Находки, благодаря которым руководитель археологического клуба «Вятич» Михаил Третьяков сумел стать лауреатом престижного всероссийского конкурса, были сделаны во время школьного археологического лагеря на территории Озерной Мещеры. Там на поселении ребята исследовали около 70 квадратных метров земли при глубине культурного слоя в 2 метра и нашли три погребения эпохи раннего бронзового века. Что именно раскопали, пока остается в секрете и огласке не предается. Но многие артефакты, найденные на берегах озера Шагары, уже несколько лет назад нашли свое место на экспозициях в Государственном историческом музее рядом с находками европейского уровня. То есть, как они работали, как охотились, как навели рыбу, мы примерно знаем. То есть, это знали еще наши предшественники. Поймать какие-то вещи, может быть, от духовной культуры, от представлений о мире, о человеке, вот это уже сложно. Поэтому здесь знание идет буквально по крупицам, по чуть-чуть. Вот в 2003 году была интересная находка, найдена косточка от утки, от предплечья. Сюда, как в шариковую ручку, вставлена острая медная шила. Что это, по-вашему? Шилы, по-моему, самые шилы. Ну, шилы, да. Нет, шила у них была из кости, не надо было сказать. Это предмет для татуировки. А, естественно. Понимаете, вот мы говорим, что они, в общем-то, могли наносить узоры на кожу. То есть, татуировка была. Это уже немножко как бы относится не к материальной культуре, понимаете, к духовной. Журналисты спрашивали и о так называемых черных археологах. Михаил Третьяков считает, что, конечно, ценность находки манит любителей легкой наживы. Он напомнил, что необходимо остановить разграбление памятников старины.